Мы находимся в центре города на улице Горького. Здесь стоит один из центральных постов наблюдения за загрязнением воздуха. Именно здесь и осуществляется забор воздуха. Это одна из четырех станций, расположенных в нашем городе. Три другие в Сысоево и микрорайонах Строитель и Приокский. Внутри станции располагается аппарат под названием «Проба-24». В нем так называемые кассеты, в которые наблюдатель помещает несколько сорбционных трубок. Это пробирки, заполненные специальным веществом – сорбентом. Он индивидуален для каждого вредного соединения. Когда все пробирки на месте, начинается забор воздуха. На каждый забор воздуха одна кассета, всего их четыре. Наблюдатель производит такую операцию четыре раза в день – утром, днем, вечером и ночью. Также на станции определяется и количество пыли в окружающем воздухе. В пылесос устанавливается воздушный фильтр, вес которого записывается до и после процедуры. Больше всего ее летом, в палящую жару. Сейчас ее уровень минимален. Все сорбционные трубки и воздушные фильтры попадают в лабораторию. Здесь аэрохимики заполняют их водой и прокачивают. Следом – добавление специальных растворов и самая главная процедура. В данный момент, измеряя оптическую плотность формальдегида, вот у нас это при Окске, мы сейчас данный момент определяем. Но здесь вот ПДК будут наблюдаться. ПДК – это уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. Ее разработало Министерство здравоохранения. Вот это вот у нас вещество диоксид серы. Но диоксид серы у нас в превышении ПДК не бывает. В основном это ниже ПДК значение. Отбирается по всему городу на четырех постах. Каждое вредное вещество своего цвета. Желтый – это формальдегид. Розовый – диоксид серы. Все полученные данные систематизируют. По многолетним наблюдениям у нас, конечно, более всего страдает поселок-строитель. А есть у нас в городе, может быть, в одной из этих четырех точек какой-нибудь очень чистый район? Превышение регистрируется на всех постах. Почти каждое вещество превышает нормы ПДК в несколько раз. Формальдегида в воздухе – почти в шесть раз больше положенного допустимого значения. Фенола – в пять раз. Ежедневно мы вдыхаем сероводорода в два раза больше нормы. Остается надеяться, что в год экологии руководство города и предприятий обратит внимание на такую важную проблему, как загрязненность воздуха. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания. Город.